Здравствуйте! В эфире «Неделя города» и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Во дворце спорта «Олимпийский» состоялся праздничный концерт с участием губернатора региона Николая Любинова. Новости для автолюбителей. Техосмотр больше не нужен, а Европротокол стоит составлять внимательнее. Подробности в наших материалах. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Битком набитые трибуны Олимпийского, большие буквы «З» и «В» – главные атрибуты нашей спецоперации на Украине – грандиозный концерт. Так Рязань встречает всероссийскую крымскую весну. Восемь лет назад мы искренне радовались возвращению в родную гавань Севастополя и всего крымского полуострова. Сегодня для всей страны это праздник единения и поддержки вооруженных сил России. То, что Крым играет особую роль во всем этом, неоспоримо. Я напомню еще раз, что именно в Крыму первым военным губернатором Севастополя стал наш земля Александр Авинов. Сейчас наши ребята, наши воины, наши солдаты защищают нашу страну, наших братьев там, в Донецкой и Луганской Народной Республике. А Завод, которому это не нравится, вновь старается сделать нам больно, объявив нам экономическую войну. Что такое война, не понаслышке знает Андрей Бондаренко, ветеран боевых действий из Луганска. Его выход на сцену зрители сопроводили оглушительными овациями. Боевой офицер не скрывал своего волнения. Привет, Рязаня! Уважаемые рязанцы, я бы хотел от всей души поблагодарить вас, всех жителей области и города Рязани, за ту помощь, которую вы оказываете моей молодой, любимой республике, Луганской Народной Республике и всему Донбассу непосредственно. АПЛОДИСМЕНТЫ Только с вашей помощью мы можем победить в этой войне, с этой нечистью, с этими украфашистами. И мы, по-моему, достойно справляемся со своей задачей, потому что Россия, матушка, с нами. И мы по-любому победим. АПЛОДИСМЕНТЫ Такой же оглушительной поддержкой встретили трибуны и музыкальную часть праздника. Особо душевно рязанцы приняли поющих десантников. В столице ВДВ по-другому и быть не могло. Максим Васильев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Европротокол, который самостоятельно оформляется участниками дорожно-транспортного происшествия, имеет свои подводные камни. В случае неправильного заполнения или допущенной ошибки, страховая компания вправе отказать в выплате. Автоюрист поделился советами, как правильно оформить и чего не стоит писать в бланке. Оформлять ДТП при помощи Европротокола у водителей вошло уже в привычку. Но при неправильном заполнении или допущенной ошибке, автомобилисты могут остаться вообще без выплат. Первое, на что обращают внимание юристы, в бланке извещения нельзя указывать иной вред, кроме как данные о разбитом автомобиле. То есть в графе обстоятельства ДТП нельзя, например, внести запись о том, что при столкновении повреждения также получил и мобильный телефон или другая дорогая техника. Страховая компания имеет право провести трассологическую экспертизу. То есть на предмет соответствует ли повреждению этому ДТП. То есть может быть у транспортного средства какие-то до этого ДТП уже были повреждения, они будут сопоставлять машины. Если какие-то были до этого повреждения на машинке, соответственно, это не выплачивается. Выплачиваются только те, непосредственно какие от этого ДТП, на что заполнен европротокол. Поэтому страховая может отказать, если полис указан неверно. И советую всем, помимо того, что заполнить европротокол, сфотографировать полис виновника, свидетельство о регистрации и права. Также Ирина Воронина напомнила всем владельцам автотранспорта, что при заполнении европротокола должны быть соблюдены определенные условия. В ДТП участвуют два транспортных средства. Не причинен вред здоровью и у каждого участника происшествия есть полис ОСАГО. Если все так, то оформление у водителей займет не больше 10 минут. Прежде чем оформлять, надо обязательно сделать фотофиксацию. Фотофиксация – это транспортные средства, как располагаются по отношению к дороге. Значит, близко сфотографировать там, где само столкновение произошло. Осыпь на земле обязательно тоже. И как можно больше фотографий сделать, чтобы страховая компания посмотрела и не отказала в каких-то повреждениях, что именно эти повреждения произошли от этого ДТП. В европротоколе заполняются все графы, а также необходима схема ДТП. В случае, если у одного из водителей нет полиса ОСАГО, то европротокол не заполняется. В общем, такая форма оформления ДТП создана специально, чтобы облегчить ситуацию с урегулированием убытков. Самое главное – все правильно записать и нигде не ошибиться. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Настоящий кошмар для водителя – это техосмотр. Новая машина каждые два года, если авто постарше – каждый год. Теперь правила другие. Настолько, что о техосмотре можно забыть. Подробности далее. Теперь техосмотр не нужно проходить каждый год. Так утверждает новый федеральный закон под номером 494 ФЗ, который вступил в силу с прошлого декабря. Это ключевое изменение, что теперь регулярно не нужно проходить техосмотр. Вы приобрели автомобиль, и если он старше 4 лет, вы направляетесь на пункт технического осмотра, там делаете осмотр, и все. Можно сказать, вы забываете про эту процедуру. Дальше ни с какой регулярности вам проходить техосмотр не нужно. Хоть там автомобиль 10 лет, 20 исполнится и так далее. Но это при условии того, что вы используете его в личных исключительно целях. Если же автомобиль нужен вам в коммерческих целях, то правила тут несколько другие. Даже, можно сказать, прежние. Лично авто старше 10 лет должно проходить техосмотр ежегодно. Тоже требование для такси и автобусов, если транспортному средству менее 5 лет. Если старше, каждые полгода. Сам процесс техосмотра глобальных изменений не претерпел. Специалисты также смотрят работу световых приборов, выхлопной системы и так далее. Когда автомобиль прошел техосмотр, значит, эта информация вносится в единую базу данных. И сотрудники госавтоинспекции уже могут не требовать у владельца автомобиля свидетельства или диагностическую карту. Они уже будут знать, что данный автомобиль прошел или не прошел техосмотр. Самый распространенный случай – это купля-продажа автомобиля. Теперь новый владелец первым делом после сделки должен отправляться не в регистрационное отделение ГИБДД, а на пункт техосмотра. Но в том случае, если машина старше 4 лет. Теперь за управление транспортным средством без диагностической карты или ненадлежащей оформленной диагностической карты это влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей. Другой вопрос. Здесь также ответственность присутствует для должностных и юридических лиц, ответственных на выпуск того или иного транспортного средства на линию. Теперь должностное лицо, которое допустило выезд такого транспортного средства, не прошедшего технический осмотр на линию, может получить административный штраф в размере 500 рублей, а юридическое лицо, например, организация, осуществляющая транспортные привозки, получит штраф в размере 50 тысяч рублей. Тонкости у нового федерального закона много. Все нюансы можно уточнить на официальном сайте. Однако главная жизнь их то, что теперь его не нужно проходить каждый год. Одного раза будет достаточно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Утверждены обвинительные заключения в отношении супружеской пары, которая занималась изготовлением избытом мефедрона в крупном размере. Семейный бизнес пара организовала в Клепиковском районе. Подробности далее. По версии следствия, уроженка Алтайского края, 46 лет, и ее 48-летний гражданский супруг организовали в одном из домов Клепиковского района самый настоящий мини-завод по производству наркотиками федрон. Сбывали оптом. Тайна. Предварительным расследованием установлено, что с марта 2020 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, на территории Рязанской области, осуществляли незаконное производство наркотических средств, которые в последующем планировали к незаконному сбыту потребителей наркотиков. В завершении преступной деятельности, связанной с законом серийного производства наркотических средств, в целях незаконного сбыта на территории РФ, Обвиняемый получил от организатора преступной группы более 8 миллионов рублей на виртуальный счет, который впоследствии перевел на банковские карты, тем самым ввел их в легальный оборот. За время ведения этого семейного бизнеса пара успела шикануть. Они арендовали в Подмосковье дом за 300 тысяч в месяц, перевезли из Алтайского края детей супруги, устроили их в платные вузы. По данным следствия и сами обвиняемые вели весьма роскошный образ жизни, не отказывая себе в покупках и развлечениях. Но в марте прошлого года красивой жизни пришел конец. Деятельность преступной группы была пришла сотрудникам региональных управлений ФСБ и МВД России в марте 2021 года в ходе оперативно-расследовательных мероприятий, по результатам которых из знакомого оборота было изъято более 80 килограммов наркотического средства мефедрон, оборудованного для его изготовления и прекурсоры. После утверждения обвинительного заключения уголовные дела направлены в Клепиковский суд Рязанской области для рассмотрения по существу. Однако расследование в отношении организатора, группировки и других участников продолжается. До выяснения всей дилерской цепочки. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Управление Федеральной антимонопольной службы на фоне ажиотажного спроса на сахар приступило к проверке всей цепочки поставок в магазины. По мнению контрольного ведомства, дефицит в некоторых городах вызван искусственно, которые подогревают недобросовестные участники рынка. Мечтем битвы за песок в магазине, а это все есть сейчас в сети, каким-то удивительным образом переносят нас в Средневековье. Рязанская область в этом смысле исключением, к сожалению, не стала. По сообщениям в соцсетях, это один из продуктовых магазинов Касимова. Тележка с сахаром не успела доехать до прилавка с какой-то удивительной паникой. Заветные пачки люди хватают, будто в стране резко наступил голод. А это уже гусь хрустальный. Сахар здесь пытаются забрать целыми упаковками. Неужели все резко перешли на самогоноварение? Другого объяснения просто нет. У нас с сахаром нет никаких проблем. Наши производители производят его в достаточном количестве. И с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой востребованной сегодня у населения товарной позицией. Понятно, что такой спрос оказался только на руку спекулянтам. Цена на сахар в частных пабликах зашкаливает за 120-150 рублей. Но предпосылок к этому сегодня нет, говорят в Минпромторге России. С чем с чем, а с сахаром в стране точно проблем нет. Тем более, что глобально перекупам по рукам уже тоже дали. Экспорт сахара в страны ЕАЭС запрещен. Ситуация сложилась таким образом, что домохозяйство сегодня закупает этот продукт в рог. То есть уже по нашим расчетам закупили не на месяц, не на два, а может быть даже на полгода. Это с одной стороны. Мы понимаем население, конечно, есть тревожность, есть парадический спрос. С другой стороны, этой ситуацией воспользовались перекупщики. То есть предприниматели приезжают в торговые сети и закупают. Ну, закупали. Сейчас мы приняли решение вместе с торговлей о том, что ограничивается отпуск в одни руки, для того, чтобы хватило этого сахара всем, кто за ним приходит. Закупали продукцию тоннами, увозили в свои торговые небольшие помещения, и там перепродавали уже с наценкой. Просто хочется призвать население не делать вложения в этот продукт на месяцы, и может быть даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, потому что у нас продукты питания не принимаются обратно. Я думаю, что необходимо успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни. Меры против спекулянтов у регионов свои. В Башкирии, например, цену на сахар зафиксировали. В Рязани пока нет, но, судя по нарастающему сладкому безумию, скоро так сделают и по всей области. Максим Васильев, телекомпания «Город». Санкции для россиян – это уже едва ли не культурный код страны, но в этот раз наши зарубежные партнеры превзошли самих себя – около 6 тысяч блокировок и ограничений. Такого давления не было оказано в мировой истории ни на одну страну. Что по этому поводу, думают рязанцы, узнала наша съемочная группа. Для кого-то это может показаться удивительным, но наши с вами земляки сегодня очень легко отказываются от зарубежных технологий, питания, одежды, услуг и прочего. И особого волнения по этому поводу вроде как нет. Никак. Никак. Меня вообще не волнует, абсолютно. Конечно, с автопромом будет, но пора свой налаживать, вот и все. Да, в принципе, ничего не задело. Как все осталось, так и есть. Очень хорошо думаю, правильно делаю, давно им пора. Да, мы пока этого не чувствуем. Это пока только все началось, а там будет дальше видно. Так все пока нормально, гуляем, отдыхаем. Пока работа есть, пока работаем, дальше будет видно. Да, Артем, а ты как прокомментируешь? Печально, тревожно, нестабильно, но будет все хорошо. Надеемся, что будет все к лучшему. Переживем. Для меня лично не болезненно. Никаких утрат пока на данный момент. Ну, кроме неудобства оплаты, вот это все. Ну, опять, это, наверное, не уход в компании именно. А так, пока потери, болезненности абсолютно никакой. Надеюсь, и не будет. Как ни странно, современная молодежь, привыкшая к электронному комфорту, сегодня тоже не паникует. В их логике звучат абсолютно здравые мысли. Ну, потому что можно же за место картошки фри сделать жареную картошку по-деревенски дома. Правильно? В домашних условиях все это можно сделать. Зачем это нужно? За это платить огромные деньги. Для чего? Зато сейчас русским будет компаниям лучше. Не будет конкурентов. Для меня сейчас важны детские вещи. Вот. Ну, потому что, слава богу, с ремонтом закончили. С стройкой не начали. А вот детские вещи, одежда детская, подгузеньки, все очень дорогое стало. Вот, печально. Конечно, пытаюсь найти какие-то наши российские производства, покупая вещи детские для ребенка. Ну, у них тоже, получается, у них и ткани заграничные. Так что, сказывается на всем. Я у дедушки мороза попрошу. Безусловно, молодых нам понять можно. Рождение ребенка – это и так большой шаг, к которому многие подходят ответственно. Поэтому возможный рост цен и сокращение товаров детского питания их волнует особенно. В нашей стране смеси готовят 40 заводов и комбинатов. Самое время для них занять опустевшую нишу. Как и для всех резидентов после исхода иностранных компаний. Даже очень рады. Наши производители, наконец, займут их место. И дальше некому будет уходить отсюда. А мы выживем. Нам не впервые. Так что, пусть они уходят. У нас свои будут компании. С этим вопросом нужно было решать. Его закрывать было. Это наряду давно. Как это так? Запретить на родном языке людям разговаривать? Это давно было. А что они под бомбежками там жили? Под обстрелами. Это не в одни ворота. Давно нужно было этим. И приветствуем мы. И поддерживаем всех наших бойцов, которые там стоят. За нас они стоят и воюют там. Отношение к спецоперации на Украине у рязанцев оптимистически сдержанное. Потому что наши рязанские десантники там сегодня тоже есть. За парней горожане переживают и рассчитывают на быстрое завершение боевых действий. Надеюсь, в ближайшее будущее. Ну, понимаем, что, конечно, разгребать, скажем так, нам это придется долго. Но надеемся на лучшее. Что все это не зря. Грустно. Пытаюсь, конечно, абстрагироваться. Потому что для ребенка надо веселой оставаться. Не читаю новости. Муж все рассказывает. Вот. Как-то так. Я надеюсь, что все решится. Миром все одумаются. И все будет хорошо. Ну, в принципе, у нас такое уже было в 15-м году. В 14-м. Некоторые компании пугали, что уйдут, вернулись. Хотелось бы уже при всем том, что случилось и сложилось. Уже обратного-то пути нет, в конце концов. Будем надеяться на лучшее. Вы хотели бы, чтобы у нас это было? Я бы не хотела. Ну, вот оно. Поэтому и происходит, чтобы у нас этого не было. В целом, никаких панических настроений у рязанцев сегодня нет. Конкретно их, понятно, санкции пока не затронули. Банкоматы работают, зарплату выплачивают. А значит, активно работает историческая память. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Чаще всего в последние годы мы слышим о коронавирусной инфекции. Однако и другие заболевания никуда не делись. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. А это заболевание – серьезная проблема по сей день. На экране врача-рентгенолога снимок компьютерной томографии легких одного из пациентов. Задача вроде бы проста – диагностировать заболевание. Если сам процесс создания снимка занимает не больше 15 минут, то локализация болезни куда сложнее. Это не профилактический снимок, хотя люди часто приходят сюда и за этим. Наше рентгеновое отделение оборудовано четырьмя флюорографами, компьютерной томографии кабинет и несколько кабинетов рентгеновских оконавирусов. Да, наше отделение является ведущим в плане диагностики, потому что, в принципе, выявление туберкулеза основано в детском возрасте на иммундиагностике. У взрослых людей с 15 лет подростков это выявление именно флюорографически, профилактически. Если на вашем снимке затемнение – это первый звоночек. Дальше вас отправляют в бактериологическую лабораторию. Здесь специалисты вынесут окончательный вердикт – это возбудитель туберкулеза или что-то другое. Сюда поступают образцы со всех районов области. В допандемийные времена было по 100 анализов. Сейчас максимум 50. У нас в основном четыре метода исследования. Это посев на плотные среды, посев на жидкие среды методом БАКТЕК, люминесентные микроскопии и ПЦР-диагностика. В нашем случае ответ положительный. У человека возбудитель туберкулеза есть. Вот он, кстати, проявился в посеве на плотные среды. Этот белый налет и есть возбудитель туберкулеза. Но это частный случай. В Рязанской области показатель заболеваемости минимален. Последние пять лет мы входим в десятку лучших территорий. Заболевает ежегодно в последние несколько лет чуть больше ста человек. Это очень низкие показатели. 10 на 100 тысяч населения. Умирает не больше трех, но уже почти два года. Вот это самый минимум. Конечно, темпы снижения этих показателей значительно замедлились, но они и минимальные. Статистика и по детским заболеваниям хорошая. Мальчишки и девчонки до 15 лет попадают сюда после негативного результата на МОНТУ и Диаскин-теста. Обычно это 3-4 человека в год. Нужно поддерживаться здорового образа жизни. Это, прежде всего, много с ним гулять, хорошо питаться. Питание должно быть белковое, то есть усиленное белком. Мясо, рыба на любой прием пищи. В том числе, ну и своевременно проходить иммунодиагностику. Как родителям, потому что они основной источник заболевания у детей. Так и самим детям не отказываться от тех методов, которые предлагают в поликлиниках, в садах и в школах. Пандемия, правда, хорошие рязанские показатели подкосила. Если раньше заболеваемость шла на спад, то в 2020 и 2021 год вышла на плата. Из-за эпидситуации люди боятся посещать поликлиники даже ради профилактического обследования. Поэтому больных нередко выявляют уже с запущенной формой туберкулеза. И мы это потихонечку начинаем видеть второй год. Когда у нас среди 100, чуть больше 100 больных выявляемых, растет число больных с распространенными и несвоевременно выявленными процессами, осложненными бактериовыделением. А число больных, которые с минимальными процессами, которые лечатся очень, ну от полугода до восьми месяцев, их число резко сокращается. По словам Марины Муравьевой, 12% населения недообследованы, хотя верхняя планка здесь не должна превышать 5%. Поэтому проходить флюорографию все же следует каждый год. Не для того, чтобы показатели врачам улучшить, а чтобы о своем здоровье позаботиться. Ведь любую болезнь легче и дешевле вылечить на ранней стадии. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. На этой неделе в седьмой раз состоялось открытое первенство Рязанской области по биатлону. В этом году участие приняли ребята из Рязани, Касимовского района, Московской области и города Владимира. 2007-2008 и 2009-10 годов рождения. Порывы ледяного ветра заставляют кутаться теплее и буквально сносят с ног. Яркое солнце и ноль по Цельсию обманчивы. Но участники сегодняшних соревнований стартуют и выкладываются на всю. Кто умеет стрелять, тот в любую погоду попадает. Ну, конечно, сложнее, потому что ветер порывистый, то он сильный, то его нет. Кто справляется, тот справляется. Все важно. И работа лыж, и стрельба, и личные качества спортсмена. 15 участников. Среди них воспитанники Алмаза. Но вот среди юношей 12-13 лет рязанцев нет. Корейского стрельба. Как вы со штрафными приближали? Да, со штрафными. Сколько штрафных? Четыре. Товарищ Кирилла по команде, 12-летний Владимирский биатлонист, один из лучших на сегодня стрелков. Первый огневой рубеж он прошел единственным. Без промахов. Шлось довольно легко, только на финише сложно стало. Да, порывы ветра сильные. Из-за этого на втором рубеже немного промазал. Занятия биатлоном стали возможны в Рязани относительно недавно. И к настоящему времени в спортшколе очень много желающих стать настоящим спортсменом. Мы смотрим сначала на желание, в принципе, ребенка и родителей, что немаловажно. Далее мы смотрим, потому что у нас много ребят занимается. Дальше мы смотрим на общую физическую подготовленность спортсменов. Ну и, конечно, должен быть медицинский допуск. Результаты сегодняшнего первенства таковы. Юноши 2009-2010 годов рождения в спринте 3,6 километра. Первое место у москвича Савелия Третьякова. Среди девушек на дистанции 3 километра – Владимирская спортсменка Елена Акимова. Среди юношей 2007-2008 годов рождения первая тройка рязанцы – воспитанники спортшколы «Алмаз». Александр Гаврилов, Алексей Миканев, Сергей Батнарь. Первый и второй среди старших девушек тоже стали «Рязанки» – София Диардиева и Варвара Тимошина. Третье место у Вероники Саушкиной из Владимира. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова